Арам Хачатурян Аветисян Минац Карапетович – армянский живописец, график, театральный художник. Заслуженный художник Армении, родился 20 июля 1928 года в армянской деревне Джаджур. Учился в Ереванском училище имени Терла Мезяна, Ереванском художественно-театральном институте и Ленинградском институте живописи имени Репина, где одним из его главных учителей был Ио Ганссон. По счастливой случайности родители художника в 1915 году избежали резни, когда недалеко от Джаджура несколько тысяч людей было убито в ущелье. Часто зимними вечерами, сидя у очага его деревенского дома, художник слышал рассказы свидетелей, которые видели эти ужасные события собственными глазами. Исторические картины Аветисяна стали молчаливой данью памяти безвинно погибших. К наиболее известным холстам этого цикла относится картина «Дорога воспоминания моих родителей». Первая выставка Менаса прошла в 1960 году, но широкая известность пришла к Аветисяну в 1962 году после выставки «Пяти художников», которая проходила в Ереване. Полностью состоявшегося, с яркой индивидуальностью живописца, многочисленные специалисты и посетители выставки приняли очень хорошо и по достоинству оценили его картины. В зрелых вещах Аветисяна колористически контрастных, написанных крупным экспрессивным мазком, обрели новую жизнь принципы фавизма. Заметный отзвук в его произведениях нашли и традиции закавказского средневекового искусства. Работы мастера, сочетающие особую цветонасыщенность с эпическим драматизмом образного строя пейзажа, автопортреты, жанрова, символические сельские мотивы, пикут лаваш, пейзаж с хачкарами, воспринимались на официальных выставках как прорывы к свободе эстетического самовыражения. Тем самым Аветисян, хотя и тяготея в целом скорее к французскому модерну и к раннему авангарду начала XX века, сближался с современным ему российским суровым стилем. Успешно выступал также как театральный художник, сценография балета Арама Хачатуряна Гайане и живописец-монументалист росписи заводских интерьеров в Ленинакане, Гюмри. Субтитры создавал DimaTorzok Минас много путешествовал по Армении, разыскивал исторические памятники. Он изучил армянскую миниатюру и работы самых великих армянских художников, прежде всего Мартиреса Саряна. Сарян был духовным отцом Минаса. Молодой художник был истинным наследником творчества великого художника и символом нового роста национальной живописи. Яркость, драматическая страстность, звучание цвета Минаса продиктовано самой природой Армении. Утесами, подпаленными яркими лучами солнца, которые, кажется, представляют собой таинственную вечность. Следуя национальным традициям в живописи, используя средства выражения, найденные в древних миниатюрах, и опыт работ известных художников, Минас все же никогда не обращался к слепому копированию. В своих работах он выражал действительность, пропустив ее через собственное восприятие и интерпретацию жизни. К сожалению, очень много работ художника погибло в 1972 году в огне. Ночью, 1 января, в то время, когда Минас был в Джаджуре со своей семьей, его ереванская студия была сожжена вместе с большей частью его лучших холстов. Спустя три года, в 1975 году, Минас Аветисян погиб под колесами автомобиля, заехавшего на тротуар. Судьба, казалось, была против него даже после его смерти, когда землетрясение уничтожило часть его фресок в Лимнакане и сравняло землей музей Минаса Аветисяна в его родной деревне Джаджур. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Я старше тебя на 50 лет. Жаль, что мало времени осталось. Где ты был? Пришел бы чуть раньше. Не забудь, искусство любит борьбу. Теперь я уже не один, ты тоже не один. Значит, продолжай дерзать. Я верю в твои хорошие руки». После смерти Мартыреса Сарьяна Аветисян прожил всего три года. Он создал столько, что этого хватило бы еще на целую жизнь. Его искусство заняло прочное и почетное место в истории советского и мирового искусства. Марина Галуян специально для Радио Ван.